Очень понравилась эта песня, она вся худенькая, такая изящная, причем без всякого ломания. Она умная, она очень тонкая, она внимательная. Но, наконец, можно сказать, красавица. Она всю свою семью все время пытается вместе. Она и дочь любящая, это тоже заметно, и сестра очень любящая. Она чудесная мама, просто прекрасная мама. Она его не выпускает из рук, но все делает абсолютно по системе, изо дня в день, как надо. Сегодня я буду разговаривать с певицей Наташей Подольской, которая в 2005 году представляла нашу страну на Евровидении. И много-много раз была победительницей и международных, и российских конкурсов. Кроме того, Наташа, мама маленького Артемия и жена певца Владимира Преснякова. Причем жена непростая, потому что все говорят, что практически идеальная. Это преувеличение Наташи или это действительно так? Володя тоже так считает? Ну, вы знаете, я думаю, что в нашем случае просто пазл совпал. Один мальчик встретил одну девочку, именно ту, которую должен был встретить. Потому что лично я считаю, что у него практически нет недостатков, у Володи. И знаю многих людей... Уже интересное начало, да? Действительно, нет недостатков. Либо это такие недостатки, с которыми мне очень комфортно и прекрасно жить. А вас бывает при вашем перфекционизме, а я понимаю, что вы отличница по жизни, по судьбе, по всему, не бывает у вас какого-то хотя бы момента, некого легкомыслия, когда просто вы даёте себе возможность отдохнуть и не думать ни о чём. И вот здесь мне очень помогает Вова. Потому что он двоечник, и на мой комплекс отличницы в результате это даёт очень хороший эффект. Ну, может быть, хорошисты троечники, и это действительно так. Потому что все отличницы, все девочки, которые вот с этим комплексом отличницы, они очень хотят немножко не быть с этими отличницами. И иногда у меня получается. Работа жены, она должна оплачиваться? Я имею в виду, конечно, не материальную сторону. Вот что для вас самая главная награда, конечно, за исключением любви, вот в работе жены? Всё равно это наша работа постоянно. А вы знаете, иногда оплачивается. Почему бы и нет. Иногда за то, что я очень такая хорошая, Вова делает мне подарки. Или просто деньги дарит. Я очень люблю. А всё-таки самая высшая награда для жены, кроме любви? Знаете, самая высшая награда – это я стала ворчать на Вову в последнее время. Он немножко подзавис на сериалах. Стал очень в больших количествах их смотреть. И он просто пропадает, его засасывает, и я на него ворчу. Ну что ж такое, я тебя просто потеряла. И тут же себя осекаю, потому что думаю, он сидит дома, он смотрит сериал, ему хорошо. И он дома, его никуда не несёт. Он здесь, со мной, с нами. Вот это для меня самая большая награда. Мне очень нравится Ваша фраза афористичная. Самое главное – это когда снимаешь розовые очки первой влюблённости, понимаешь, что ничего не изменилось. Вы их уже сняли. Вот за эти 10 лет действительно ничего не изменилось в отношениях с Владимиром Пресняковым? Всё стало гораздо лучше. Мы, когда начинали встречаться, мы притирались. Сейчас даже сложно это и представить, но мы действительно бурно ссорились. У нас были даже моменты, близкие к расставанию. И как все пары, да, мы притирались. Вова тоже очень работает над собой. И он очень дорожит нашими отношениями. И он ни за что, я знаю, не хотел бы их никогда потерять. И у него были печальные опыты до меня. В любом случае это больно расставаться, кто бы не был виноват в расставании. Поэтому, сняв розовые очки, я нисколько не разочаровалась. Кстати, многому в наших отношениях научил меня и Володя. Например, когда звонит телефон, я не имею права сказать «алё». Он говорит «что ты говоришь мне «алё»? Ты же видишь, что звоню я». Ты скажи «мой дорогой, мой любимый, привет». Ну, правильно. И это просто уже приобретённый рефлекс. Я никогда не говорю ему «алё». Звонил телефон, звонит Володя. Что он слышит? Мой малыш. Вот мне очень интересно всё-таки, как вам удалось достаточно в общем юном возрасте быть такой по-женски мудрой. Потому что во многом и ко многим мудрость не приходит в течение всей жизни. Вот сегодня мы попробуем в этом разобраться. И начнём с первой главы, которая называется «Она». Как вы думаете, кто начнёт рассказывать о вас первым? Лена? Нет. Петрович? Нет. Вова? Смотрите. Безумно светлая женщина, девушка. И... Темка проснулся. Все её мысли происходят через юмор. А это для меня самое ценное качество, которое я когда-либо видел. И потом есть такая поговорка, она у нас любимая в доме, что умная женщина сама знает, что она дура. Это ей тоже присуще, а она понимает иногда эту штучку. А может быть так шифруется, что делает вид, что понимает. Она умная, она очень тонкая, она внимательная. Она чудесная мама. Просто прекрасная мама. Я даже не ожидал, что она будет такой мамой. Я думал, но в такой степени не ожидал. А самое главное, что меня в ней на сегодняшний день поражает, то, что при вот такой загруженности с ребёнком, с маленьким, она не перестаёт мне уделять такого же внимания, как было до рождения. Приятные слова. Почему я это не ожидал? Это ошибка бывает очень у многих женщин. Как только появляется ребёнок, мужчина как-то уходит немножко на задний план. У вас это не произошло? Это не произошло от мудрости вашей? Или просто это по душе? Вот невозможно разделить эту любовь на двое? Скорее всего, и то, и другое. Может, не скромно так сказать о себе, но у меня действительно очень большое сердце. Я не тружусь над этим. Для меня это действительно естественно. Естественное состояние просто. Ваш свёкор Владимир Петрович Пресняков. Пресняков старший. У Наташи сидит чертёнок, но очень хороший. И слово-то хорошее, чертёнок. Вот потому что в ней есть многие вещи, которые мне нравятся. Так же, как и сыну нашему, смешливость и талант её. Просто талант как певица, музыканта. Её такая дотошность в профессиональном смысле. Она никогда не будет что-то делать или выпускать то, что у ней не доделано до конца. Плюс ко всему, она очень хозяйственная. Она здорово готовит. Это немаловажно. И сейчас, конечно, вскрылось, что она сумасшедшая мама. Ну и, наконец, это, конечно, не в последнюю очередь, но, может быть, и не в первую. Потому что мой сын полюбил её за целый конгломерат качеств. Но, наконец, можно сказать, красавица. И вот для меня, как для отца, важный факт, что я вижу её любящей своего мужа. Петрович, наговорил сколько всего. Приятно тоже. Очень приятно. Ну, я очень люблю Вовиных родителей. И я точно знаю, что они любят меня тоже. Это правда. Елена Петровна, Ваша свекровь. Она мне, на самом деле, очень понравилась на фабрике. Очень понравилась. С этой песней. Такая вся худенькая, такая изящная такая. Причём без всякого ломания, знаешь, такая. Даже когда показывали их жизнь там, то есть просто она вела себя нормально. И на день рождения, когда Вова её привёл, я поняла, что я не ошиблась абсолютно у Наташи. То есть мы её очень открыто приняли. И так радостно. Потому что Вовка на самом деле светился весь. Просто светился. Что меня поражает ещё, что, ты понимаешь, она всю свою семью всё время пытается вместе. Если они едут отдыхать, то мама, Юлечка, они всё время со своей сестрёнкой, в общем. Ну, вот для меня это тоже очень такая одна из главных черт. На самом деле я просто хочу мамочку Наташу, Нину, просто сказать огромное спасибо за Наташу, за Юлечку и за Вову. Какое счастье, когда в семье такие отношения. И после рождения Тёмы я свою маму стала любить не то, что больше, а как-то особенно. Наверное, я стала понимать, как мама, что это такое мама. А у вас ведь у них было четверо, так я понимаю. У мамы нас трое. Трое, да? У нас ещё есть младший брат от папиного второго брака. Так что в целом нас четверо. Ведь вы появились на свет в белорусском Могилёве 20 мая. И, наверное, в вашем случае можно сказать, что это был год 1982. Да. Ещё долго можно об этом говорить. Спасибо. Вы появились, вы на свет не одна вместе со своей сестрой-близнецом. Двойняшкой. Двойняшки, не близнецы. Не близнецы, мы разные. Кто старше? Я на две минуты, но по сути Юля. То есть? Ну Юля, она, знаете, она... Я очень люблю шутить на эту тему. Если бы мы были одним человеком, это был бы совершенный человек. Юля, она очень... Есть одна история, я лучше расскажу историю, которая нас очень здорово характеризует. По рассказам мамы, что мы сидим возле телевизора, и идёт какая-то передача про самолёт. И я болтаю у самолёта крылышки, у самолёта глазки, у самолёта хвостик. И поворачивается Юля, она тогда носила очки, немножко корректировали зрение, с очень умным видом, и говорит, и мотой, копус. Вот это я и Юля. Крылышки и глазки, и мотой, копус. Юля очень серьёзная. То есть вы очень разные? Ну, мы разные, да. Вот эти две минуты, они действительно имеют какое-то значение в жизни? Наверное. Думаю, что да. Вот сейчас у Юлечки, у моей, у самой двойня, между нашими детками два месяца разницы. Даже здесь вы как-то рядом. Да, представляете? Это просто удивительно. Мы всегда мечтали, чтобы детки наши родились в один год. И, конечно же, я восхищаюсь Юлией, потому что сейчас у меня маленький ребёнок один, а у неё два. Как же это тяжело, как же это трудно. И опять же возникает тема моей мамы. Как она справлялась. Это удивительно просто. Мамочка, мамочка, только будь всегда с нами. Мама и папа знали, что они ждут двух девочек? Или это для них было неожиданностью? Это тоже интересная история, потому что, когда мама была беременна, они жили в Нарьинмаре. И там был сломан аппарат УЗИ. А сердцебиение неразличимо было. Было одно сердцебиение, как будто бы. И вот она со своим огромным животом, и все врачи к ней. Женщина, ну прекратите, вы так есть, вы же не сможете родить, у вас такой большой плод. Но мамина интуиция подсказывала, что у неё два ребёночка. Ну ждали-то они Игорька? Мальчика. Игорёчка ждали, да, мальчика. И мама поехала в Могилёв рожать. И папе приходит телеграмма. Поздравляем, ТЧК, с рождением двух дочерей ТЧК. А у папы день рождения 21 мая, а мы родились 20-го. И он как-то думал, его с днём рождения. Он не сразу понял, пока он разобрался, что у него родились сразу две девочки. И для него, конечно, это был шок. Приятный? Не знаю. Понятно. Они не были готовы к появлению? Вот где, извините, должны были быть две кроватки. Вот всё в двух экземплярах. Была одна кроватка, и, как гласит семейная легенда, как-то там приспособили папин баян, на котором спала я. И вот отсюда и певица, якобы. А он был по профессии разве связан с музыкой? Папа. Папа закончил музыкальное училище по классу баяна. Ах, вот чем. Но работал по профессии. Но он юрист. Да, был юрист. Но работал юристом? Да. В древних мифах практически у всех народов существует такое поверье, что появление близнецов – это веление богов. И близнецы – это существа сверхъестественные. Вы каким-то образом, без ложной скромности, ощущаете свою исключительность сестрой? Исключительность в том смысле, что мы очень тесные, мы очень близкие. Это, конечно, благодаря родителям. Они так воспитали. Я помню случай, когда меня папа очень сильно наказал. В холодильнике была жареная картошка на одного человека и, например, макароны на одного человека. И я там выбрала что-то одно. И он меня очень сильно наказал за то, что я не спросила, не поинтересовалась у Юли, чего бы хотела она – картошку или макароны. И потом уже, спросив её, я должна была выбрать то, что не выбрала она. И я так помню этот случай. Папа был очень жёстким в воспитании. И вот эта ужасная фраза родительская – вот вырастешь, скажешь спасибо, а вот все родители это говорят своим детям. Я ненавидела просто эту фразу. Но действительно ведь так. Это здорово, мне кажется, воспитывает такие качества в человеке. Спросить, не хочешь ли ты чего-то, что я могу съесть, чего хочешь ты. Вообще психологи говорят, что близнецы с детства считают себя в большей степени парой, нежели отдельными личностями. Вы недавно выложили фотографию сестры и в своей инстаграмме подписали, что я без тебя не полная, я всего лишь половинка. Это фигура личи? Или действительно вы так себя ощущаете половинкой друг друга? Ну понимаете, у меня же есть ещё старшая сестра Танюша и младший брат, которых я тоже безумно люблю. Но к Юле особенное что-то. Это связь, это необходимость видеться. Не просто слышаться, а видеться. Это тоже не в обиду всем моим любимым сказано, но есть два человека, без которых я точно не могу без тактильных ощущений. Это Володя и Юля. Меня поймут только близнецы и двойняшки. А вот вы чувствуете боль друг друга, радость друг друга, тревогу друг друга, без слов и на расстоянии. Недавно выяснилось, что Юля физически чувствует мою боль. Я нет. А любовь ваших родителей, она делилась как-то пором, но вы никогда не сравнивали, как мама и папа относятся к вам и к сестре. Это я по поводу того, есть ли ревность у близнецов детей. Нет, я думаю, что не было ревности. Мама всегда была одинаково, ласково и со мной, и с Юлей. Папа у нас был очень жесткий. Единственное, что мама была, конечно, моей собственностью. Я приватизировала ее коленки в детстве. И если я не сидела на маминых коленках, то, как правило, это были слезы. И вот, а я Юлю вообще, все детство я ее ужимала. Ну, и история заключается в следующем, что однажды, сидя у мамы на коленках, мама сказала, Наташенька, ну давай теперь Юлечка посидеть на коленках. Она вот тут рядышком. А ты вот присядешь рядом. И Юля поворачивается своими бездонными детскими глазами. Ну ладно, мам, пускай Наташа сидит, а то она плакать будет. Такая жертвенная вся. Вы как-то сказали, что вас с сестрами папа воспитывал в строгости. И уже вот в течение этой программы вы уже раз четыре или пять сказали об этом. Это касалось только учебы? Ну, это касалось, наверное, всего. Мама была сладким пряником, папа был жестким кнутом. А влюбляться вам негласно запрещалось? То есть вы могли накраситься, как-то одеться экстравагантно? Знаете, родители развелись, когда нам было, не помню, наверное, 13 лет. И это был тот самый возраст, когда мы начали интересоваться вот этими вещами. И мальчиками, и накраситься. Но есть тоже яркая история на эту тему. Конечно, папа не разрешал краситься. Не разрешал. Ну что, какие там мальчики, какой там краситься это. И мы, например, нам было лет 15 или 16. Мы каждое воскресенье все дети как дети, а мы идём к папе. В гости сдавать по главе, вот я запомнила, Евгения Онегина. Главу Евгения Онегина. Он, правда, там на третьей листочке уже засыпал папа, и можно было так в книжечку подглядывать, да. Но тем не менее. И вот однажды у меня были накрашены ногти, и было воскресенье. И я думаю, я ему сейчас как процитирую из-за Евгения Онегина. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей и так далее. И он не спросил, не сказал ничего. Но он понял, наверное, что девочка подросла, и накрасить ногти – это уже нормально. Вот воспитание в строгости, оно, конечно, оберегает от каких-то, может быть, роковых ошибок. Но разве оно не тормозит наше какое-то эмоциональное развитие? Оно не делает детство слишком стерильным? Понимаете, наверное, то, что разошлись родители, то, что они развелись, вот эту строгость облегчило. Потом началась, знаете, что называется, вольная жизнь без строгости такой тотальной. Вам вот после этой строгости родительского воспитания, вам потом пришлось в себе что-то менять, что-то переосмысливать? За что-то обижаться на папу никогда? Нет, нет, знаете, всё, вот мама иногда говорит, вы не обижаетесь за то, что мы развелись. Нет, мы рады были. Это не была трагедия? Это не была трагедия, наш папа был нашим папой, мама, само собой, была нашим мамой. И так было до самых последних его дней. Папа был нашим папой, всегда был рядом, всегда был с нами при своём сложном характере. Мы его очень любили всё равно. Папа был строго, а мама? Мама пыталась нивелировать, и, конечно же, мама не была такой строгой, мама у нас бантик. Вы как-то сказали, что она вас научила внутренним монологом, диалогом, вернее, с собой. Да. Вы часто пользуетесь до сих пор этим маминусом? Да, постоянно, я постоянно. Мне интересно, как происходят эти диалоги с собой? В каких моментах вы начинаете внутренне обсуждать какие-то проблемы с собой? Если кого-то обидело, мне не затрудняет попросить прощения у человека, правда. И этому меня научили мои внутренние диалоги. Потому что я сама себе объясняю, что в данном конфликте виновата я. И так вы росли, взрослели, наверное, мечтали о любви. Но понять, насколько мы привлекательны, как я понимаю, и по себе тоже, мы можем, только увидев восхищение в глазах влюблённых в нас мужчин. У вас всегда это было? Вы всегда это видели? Не могу сказать. Я была абсолютно гадким утёнком. Пыталась быть очень красивой, но была гадким утёнком. Женские комплексы, неуверенность в своей красоте, женственность. Всё это ушло? Это Володя всё убрал? Вы знаете, я очень чувствую себя комфортно замужем. Я чувствую себя некомфортно в компании незнакомых мужчин. Я очень стесняюсь. Я сковно себя чувствую. До сих пор? Да. Всегда так было. Вы ведь пели с 9 лет и побеждали практически, по-моему, на всех песенных белорусских конкурсах детских. Но после школы почему-то поступили на юридический факультет Белорусского института правоведения, если я правильно всё... Да, было тёмное прошлое. Да, и закончили его, причём с красным дипломом. Вы или родители не считали музыку вашим призванием? Ну, папа. Вы понимаете, Белоруссия – это очень маленькая страна. И серьёзно думать о каком-то выдающемся вокальном будущем, о будущем звезды, артистки, о больших залах. Это смешно. Поэтому это была юриспруденция, но ни дня по этой профессии я, конечно, не проработала. И на третьем курсе я даже перешла на заочное отделение и уже переехала в Москву. А вот отказаться от мечты, чтобы не разрушить мир с дорогими тебе людьми – это всё-таки ваша добровольная жертва была? Вы воспринимаете это как жертву некую? Или это был единственный путь, который избавлял вас от ощущения каких-то долгов и чувства вины? Я была тогда ребёнком, мне было 17 лет, и я не воспринимала это так. А вообще чувство вины, оно свойственно вам? Свойственно, очень. В 2006 году не стало вашего папы, насколько я поняла. Тогда произошла ужасная трагедия, автокатастрофа, в которую он попал. Причём это была, как я понимаю, какая-то цепь вот этих трагических событий. Это был год собаки. Самый пока ужасный, и надеюсь, таких больше не будет, год в моей жизни. Прямо сейчас говорю, у меня голова кружится. Я попала в ужасную аварию. Это был первый год моего вождения. Я в ней виновата, в этой аварии. Человек за меня попал в больницу. Вот это чувство вины, про которое мы говорили, просто пожирало меня, не давая мне ни спать, ни есть. Через несколько дней после этого Юля так оступилась, что оказалась на костылях. Это был второй момент. Ну и, конечно, третий момент – это папа. Он приехал из Могилёва в Москву, никогда не забуду. Мы тогда снимали с Вовой квартиру на Беговой. И папа вот ехал из Могилёва, и мы с ним договорились, что я выйду вниз. Он просто в гости ехал? Нет, он ехал меня спасать, он юрист, он ехал помогать мне выйти из ситуации, из юридической стороны этого дела. И я помню, что я стояла возле подъезда этого дома и ждала машину папину. И помню, так смешно было. Едет папа, ну он же не москвич. Я даже помню, как он ехал. Он вот так вот ехал, как-то вот так вот смотрел, он не знал, куда ехать. Мне так его как-то так мило было. И вот он, уезжая из Москвы, разбился. Вот так. Это было очень тяжело, и вот это было очень сильное чувство вины. Да, я помню. То есть вам казалось, что вы пусть нечаянно, но запустили вот это череду событий? Ну да, очень сильное было чувство вины. Очень. Я, наверное, я год выходила. Но я от него избавилась на сегодняшний день. Я понимаю, что это просто совпадение. Вот с годами она, боль ушла, или трагедия как-то в чем-то изменила? Он мне очень часто снился. И снится. Но я это, знаете, как воспринимаю, что он тоже там скучает, и он просто приходит меня повидать. И вот сейчас, когда родился сынок, так жалко, что он его не видит, потому что Тёма очень похож на Вову вообще-то. Но иногда у него бывает вот мой папа. Особенно первое время, первые месяцы меня это просто кололо чувство, когда я кормила его. Кормлю вот на груди он. И вот здесь, знаете, он бочком. И ощущение, что я кормлю своего отца грудью. Это просто меня как током било. Это ощущение. Не будем о грустном. Давайте вернемся в вашу юность, к вашей музыкальной карьере. Вот вы от своей мечты не отказались, и параллельно с учебой на юридическом, как я понимаю, вы поступили в Московский институт современного искусства на вокальное отделение. То есть вот скажите мне, это стратегия такая, следовать чужим ожиданиям и все равно настаивать на своем? Ну, еще нужно сказать, что, учась на юридическом, я была на полставке в Могилевской филармонии. Работала уже с 17 лет. И пела в ресторане в городе Могилево. Как же назывался ресторан? Зио Пеппо. Итальянский ресторан был такой, очень модный в нашем городе. То есть я с 17 лет начала уже сама зарабатывать и перестала брать деньги у мамы. И участвовала в 2002 году в Славянский базар Витебск, наш большой фестиваль белорусский. И там меня увидел Андрей Биль. И он мне сказал, что ты вот сидишь, давай к нам в Москву, к нам в институт. И я приехала. И меня взяли, и я училась. Но я, правда, проучилась, успела проучиться всего лишь полтора года. И случилась фабрика звезд, куда я попала. Ну, я недавно закончила, пару лет назад. Но у вас нетипичная история всё-таки покорения Москвы, насколько я понимаю. Вы не приезжали сюда, как Фрося Бурлакова, с одним чемоданчиком и с фанатичным желанием стать певицей. Как я понимаю, вы приехали сюда со своим продюсером Игорем Каминским. Ой, тёмная история. Тёмная история. Нет, да, она для меня не очень приятная. Это была моя первая любовь. Нет, он не приехал, он здесь жил. Не могу сказать, что он начал строить мою карьеру. Начала строить мою карьеру фабрика звезд. И скорее всё-таки Виктор Дробыш. А Игорь, он хотел строить мою карьеру. Но у него не получилось, правда. А ваши строгие родители как отнеслись к тому, что в вашей жизни появилось? Я была уже взрослая. Папа, конечно, скрывалась это несколько... Сколько вам было лет тогда? 18. Очень. Да. Он был старше. Очень. Намного. В Белоруссии вы были настоящей звездой. Вы приехали в Москву, и какое-то время вам пришлось петь просто в ресторанах. У вашего продюсера Игоря Каминского не было каких-то связей, чтобы помочь вам выйти на большую сцену сразу? Ну вот об этом я и говорю, что было только огромное желание. Но никаких не предпринималось серьёзных шагов. То есть мы записали несколько песен, и они лежали дома в ящичке. А нужно было просто брать эти песни и везде идти, на радио, на телевидение, вот идти ножками, вот так вот. Вот у меня, телефоном, звоночком. И мне очень даже, кстати, жалко, что Игорь тогда это не сделал. Я не знаю, что он сейчас, чем он занимается, но он бы смог ещё в то время, это 2000-е начало, он бы мог вообще стать очень классным продюсером. Не только моим, вообще в принципе, а просто лень помешала, я думаю. Вы думаете? Ну, мне кажется, что да. Вы теряли вот тогда веру в себя, как в певицу, или выбирая, как в продюсера? Ну, как в продюсера это точно я теряла, и в себя, как в певицу. Я пела в ресторане, и мне казалось, конечно, как всем подобны мне, что мечта не осуществится уже. А вот разочарование в деловых качествах мужчин, она убивает любовь, уважение? Для любви вам необходимо восхищение, преклонение перед человеком, который рядом с вами? Восхищение, оно должно быть. Вот я сейчас про Володю, я им восхищаюсь. Он для меня безумный авторитет. Он один из самых талантливых музыкантов в нашей стране, очень пафосно звучит. Но, тем не менее, живая легенда. И мне это всё очень приятно. Карьера ведь тогда не складывалась. В тот момент вам не хотелось всё бросить? Каминского, Москву, этот ресторан. И вернуться к налаженной жизни, которая была в Минске. Да я ж любила его, понимаете? У меня была прекрасная налаженная в этом смысле жизнь. Вы знаете, когда возрастные отношения... Я тоже Америку не открою. Это тот, кто старше, тот молодеет, а кто молодой, тот становится старше. И я была, знаете, такой тётей Наташей. Очень я взрослой была тогда. А потом случилась фабрика звёзд, и я оказалась в среде своих ровесников. И, наверное, я же это не осознавала на тот момент. Это сейчас можно проанализировать. И, наверное, я стала замечать, что со мной рядом очень-очень взрослый человек. Который ещё и как-то вот... Ну, в общем, он мешать потом как-то вот стал. Ну, не заладилось. Обиделся и пошёл в суд. Вот этот ужасный суд, на котором Игорь Каминский выяснял отношения и с вами, и с вашим новым продюсером Виктором Дробышем. И требовал от вас какую-то астрономическую сумму за расторжение контракта. Что это было? Личный конфликт был или профессиональный? Ну, это было и то, и то. Это, конечно, случилось уже после разрыва, даже спустя какое-то время, наверное, около года. И, конечно, вы знаете, вот... Конечно, Игорь меня рассматривал как источник своих доходов, что вполне естественно. Естественно. Вы думаете, он не любил вас? Нет, он, конечно, меня очень любил. Может быть, все эти скандалы ужасные, Наташа, это какая-то... Ну, я не скажу вместе. Это желание любящего мужчину не отпустить от себя женщину, которая уходит от него. Я не знаю. В любом случае, мне кажется, что не красит мужчину такое поведение. Кто бы не был виноват. Ложки-вилки делить – это вообще самое гнусное и последнее занятие. Это правда. Вам жалко Каминского все-таки до сих пор? Или слишком много боли он принес? Нет, что вы, я никакой... Нет, мне и не жалко. Нет, я... Если честно, я просто... Мне очень жалко, что это было в моей жизни. В том смысле, что был такой конфликт. В том смысле, что... Володя не первый. Вот жалко, что вот было такое неприятное что-то. Я вот так... Вы вычеркнули его из своей жизни? Абсолютно. Очень давно. И это... Я не люблю эту тему. Ну и закончим. Она мне неприятна. И закончим. И после этого расставания я давала себе зарок, глупость совершенно, что ну как минимум два года, никаких серьёзных отношений. Так. Как сейчас помню. И буквально через вот... В этот же месяц, в июне, я встречаю Володю на больших гонках. Мы подошли ко второй главе. Мы будем рассказывать о вашем муже, о мужчине вашей жизни. Так я понимаю. Начинает о нём рассказ его папа, ваш свёкор Владимир Петрович. Он с гордостью даже признавался, что он подкаблучник. Вот. Я потом подумал про себя, а может и я тоже подкаблучник. И что-то меня... Да, наверное, да, я тоже подкаблучник. Она его сильно изменила. Он же такой всю жизнь был раздолбай. Гуляка там выпить, с друзьями там, бильярд там, вот. И вот что-то там до утра. Вот. Сейчас нет, нет. Он такой семейный человек. Вот. Семья для него – это главное. Володя о себе рассказывает. Я был абсолютно безбашенным человеком. И я не то, что не любил себя, но если я во что-то кидался, то кидался без понятия, что будет дальше. А сейчас во мне этого не то, что нет, но я остался таким же Вовочкой, таким же маленьким. Ну, в какой-то степени интересно жить и все такое. Я редко видел детей, которым не интересно жить. Вот, видимо, во мне это сидит. Да. И поэтому я считаю себя ребенком. Просто у меня появилось чувство ответственности. Я ответственен за семью, за нее, за ребенка, за двух детей. И для меня это приоритет. Елена Петровна, свекровь. Мама. Мама. Даже Алла говорила, что Вова – это большой ребенок. Он так как был, так и останется. Большой ребенок. Абсолютно то же самое говорит Наташа. Абсолютно. То есть это неплохая черта. То есть нормально. Нормально. Я думаю, Наташа поменяла. Он еще взрослее стал. Сейчас немножко другое отношение уже к тому же ребеночку. Говорит, мам, я вот отсниму. Я вся снимаюсь в этой передаче сейчас, там живи сидит. Но я, говорит, весь там. Он так стремится туда-домой. Ребенок повзрослел. Немножко повзрослел, да. И все-таки сколько прошло времени с момента расставания с Игорем Каменским до этой встречи? Да нисколько. Вообще вы пришли в себя после всех вообще этих кошмарных судов. Я влюбилась с первого взгляда. Это необыкновенное чувство, знаете, вот когда глаза в глаза. И я шла, искала место. Это было на больших гонках во Франции, на трибуне. Я шла, искала место, куда бы сесть, чтобы поболеть за команду. И вдруг Вова поднимает голову, и мы друг на друга смотрим. И он говорит буквально следующее. Наталья, садитесь, здесь вот есть место. И все. Вот все. Вот одна эта фраза. И время вокруг остановилось. Ну, он так же в меня влюбился. Это я совершенно точно знаю. Я помню, это чувствовалось, во-первых, сразу. Дальше как во сне. Дальше ожидание новой встречи. Я помню, что мы катались на каруселях. И он как-то, видимо, так хотел дать мне чувство безопасности, что он вот так вот скрутил рукой мою шею, а я сидела и не пикнула. И мне было больно достаточно. Он вот так вот взял, так крепко, знаешь, что не бойся, я тебя спасу, если что. Но вдруг это чувство такое, что вот он меня так держит, в то же время как-то больновато. Но ничего, я потерплю. Я помню эти карусели. Но, между прочим, сам Владимир достаточно жестоко по отношению к себе рассказывает вот о первой вашей встрече, о первом вашем разговоре. Вот не зря есть поговорка, что женщины любят кретинов, идиотов, дураков, в таком плане. Я хотел показаться таким, я не стеснялся себя. Я делал все специально для себя и для окружающих, чтобы они меня возненавидели. Но это мне так казалось. А оказывается, на деле я был очень милым. И я сказал, ну что, малыш, поковыркаемся в бассейн. Это первое слово сказал. И после чего любая женщина, на мой взгляд, опять-таки для меня же, должна меня послать было конкретно. Но этого не случилось, получилась обратка. Я не поняла, что такое обратка. Комментирую. Значит, он сказал эту фразу, когда мы, Ираклия, Юля Савичева, вот Вова, мы пришли в бассейн, и это было сказано, как такая классная шутка. Мы все умирали от смеха. Почему ему кажется, что это было так отвратительно? Наверное, он хотел так. Но у него не получилось. На душе было плохо, Наташа, я так понимаю. Да, на душе у него было плохо. Вы понимали, что между вами начинается что-то очень серьезное с продолжения? Да. И мне внутренний голос подсказал, что это мой будущий муж. Именно так. Вот очень отчетливо и четко. Это твой будущий муж. Но вообще ведь тогда Владимир сам говорил о том, что он был женихом незавидным. Это был его кризис в семейных отношениях. И как он, это я его цитирую, он злоупотреблял алкоголем. Вас это не настораживало? Не заставляло в одном из ваших внутренних монологов сказать, Наташа, остановись, этот человек тебе не нужен? Нет, этот человек был мне нужен всегда. И эта встреча, это в омут с головой абсолютно, целиком. А почему вы не испугались? Почему вы не ощущали, что, может быть, это из огня да в полы? Как можно было испугаться? Я дышать не могла без него. Мне просто необходим был этот человек. Владимир сказал, что вы наставили его на путь истинный. И это мы все видим, потому что он действительно очень изменился за эти 10 лет с вами. Честно говоря, это удивительно. Вы ведь встретили его, когда он был уже личностью сформировавшейся, взрослой. Вы, в общем, совсем юная девушка. Мне было 23. Вы ведь сумели справиться с проблемой, которую не каждый, даже очень взрослый, умудрённый опытом человек может решить. Вот что было главным вашим средством, лекарством в борьбе за Володю? Это любовь или это какой-то уникальный дар суметь изменить уже сложившегося человека? Знаете, я его не парила. Вот я недавно в Инстаграме в своём, на какую-то фотографию, мне кто-то написал. На меня очень произвело впечатление, что как-то вы в интервью сказали, что Володя, когда выпьет, такой милый, а все его за это всегда ругали. Я, наверное, его не терзала. Я давала, надеюсь, сделать ему выводы какие-то самому. А как, Наташ? Ну, не знаю. Ну как, если не останавливать, если фактически потакать? Нет, я останавливала, я не потакала, я останавливала. Но это не было ежедневным, знаете, ежеминутным пилижом. Это было тогда, когда, например, уже хары, хватит, уже ну хватит. Тогда, да, был разговор, например. И как-то вот потихонечку Вова из этого всего вышел, и у него вот семья наша на первом месте стала. Он её, я уже говорила в начале передачи, он её очень дорожить стал. И опять же, он как человек, как личность, он развивается. И вы его развиваете. И он меня. Скажите, а в ваших внутренних монологах вы не обсуждали с собой другую проблему? Ведь он в то время был женат всё-таки. Я не знаю, верят мне до конца люди, общественность или нет, но я действительно этого не знала. И он не говорил об этом? Здравствуйте, я Владимир, я женат. Нет, он не говорил. Нет, и я об этом узнала, когда мы приехали в Москву, спустя там какое-то время. И меня очень это очень-очень расстроило. И мы расстались. Мы расстались на полгода. Ваше внутреннее я тогда готова была вот всё этим бороться, смириться или отступить? Я понимаю, что вы готовы были отступить. Да, я была готова отступить, потому что вот тоже мама с папой так научили, что женатые мужчины – это табу. Нельзя. Ну, совсем нельзя. Но к тому времени уже была просто формальность, этот брак. Я вот хочу, чтобы вы послушали его отца Владимира Петровича, который вспоминает как раз вот об этом непростом времени для Володи. Да там уже вроде бы всё к финишу дело. И он был очень одинокий. Вот это я чувствовал-то как раз. Он перестал сочинять музыку. И он не очень хотел, приезжая с гастролей, ехать домой. Он ехал в бильярдную какую-то там. Вообще полюбить женатого человека – это всё-таки несчастье для женщины? Ну, слава Богу, это в моём случае была просто формальность. Он фактически… Вот даже папа сказал. Я не вру. Но тем не менее вы расстались с ним. Да. Я была маленькая, я очень испугалась прессы, я испугалась вот этого вот, как это называются, эти женщины, которые… Разлучница. Разлучница, да. Это меня очень-очень-очень остановило. И да, мы расстались. А вот как можно заставить себя расстаться с человеком? А вот так вот руку отрезать себе. Вот мне было очень плохо. Это безумное испытание и для одного или другого человека. Вы расстались, вам внутренне разве стало легче? Вы не хотели его увидеть, и вы не видели? Очень хотела, очень хотела. И я помню первую нашу встречу после расставания. Это был концерт «Лучшие песни о главном». Я знала, что он там будет. Ой, как же я волновалась, у меня просто кружило всё вокруг. И я помню, что я прихожу к нему в гримерку. Я помню, что я положила голову к нему на колени. Вот просто побыть. Ну, я его так путала. Ужасно. Он, кстати, на меня очень обиделся. Потому что я рассталась с ним с помощью смс-ки. Я написала ему смс. Да. Я написала, что мы больше не можем встречаться. Он после этого не позвонил вам, не написал ничего, не попытался выяснить, что произошло. Вот не помню. Не помню, наверное, потому что для меня это было принятое решение. И дальше я уже только боролась со своими чувствами. Наташенька, всё равно не понимаю. Но если вы понимали, что его брак – это чистая формальность. Ну, понимаете, мне же ещё пели вокруг, в том числе и мои родители, что он такой-сякой, тот выпивает. Он меня куда-нибудь, чему-нибудь… Ну, давили на меня. Окружение тоже давило моё. Но все эти полгода мы как-то всё равно были друг у друга на виду, так или иначе. Я срывалась, я звонила. А он не понимал, что мне надо, чего я хочу. И наше воссоединение – это тоже была моя инициатива. Он развёлся к этому времени. И в глубине души я всегда знала, что мы будем вместе. Вот это самая интуиция, этот самый внутренний голос. Ваше расставание длилось примерно, вы сказали, полгода. Владимир очень смешно рассказал и показал, как вас притягивала друг к другу любовь, о которой вы сегодня оба говорите. Послушайте. Я влюбился в неё после того, как я увидел её с песни «Поздно» на фабрике. И я подумал, что как такая молоденькая девочка может петь и настолько чувствовать такую довольно зрелую песню, со зрелым смыслом. И она прочувствовала, мне показалось это удивительным. Но при нашем знакомстве я увидел наоборот такую маленькую девочку. Весёлую, смешную, с прекрасным чувством юмора. Просто вот сошлись какие-то такие вот... Вот так это было. Мне тяжело было без неё говорить, дышать, спать, жить. Действительно, очень сильная любовь у нас. Правда, это какой-то... За что-то нас вот так Бог вознаградил. Это просто такое счастье, такая любовь в жизни. Это самое главное. Такая вот победа, счастье. Ничего не нужно больше. Только чтобы это не заканчивало. Значит, вы были инициатором этого воссоединения. Как это произошло, вы помните? Помню. Он тоже не понимал. Он ко мне присматривался. Да, на этот раз он ко мне стал присматриваться. Как-то, наверное... Может, у него тоже там пару девушек уже было. Было, было, я знаю, мне признавался. Да, и он, наверное, взвешивал, насколько я серьёзно к нему подкатила. Но подкатила я серьёзно, и мы буквально очень быстро... Сначала мы жили в доме отдыха в Атутинке, пока не нашли съёмную квартиру. Потом ещё где-то около года жили в съёмной квартире, пока не переехали вот уже в свою. И я помню, как он привёл меня тогда, делал ремонт. И он меня привёл туда и говорит, вот здесь ты будешь пить кофе, здесь ты будешь сидеть на диване и смотреть телевизор. Там ты будешь спать, мы будем спать. И, знаете, вот это, наверное, второй или третий раз в моей жизни, когда моя интуиция опять мне говорила, что да, это будет именно так. Это мой дом. Я пришла домой. Вот всё-таки что дало вашим чувствам это расставание? И что отнимает расставание двух влюблённых людей друг у друга? Расставание отнимает время, но даёт очень осознанное чувство, желание быть рядом, быть вместе. Но вообще Вова двоечник, папа его назвал, не буду говорить каким словом. Вы отличница. Почему? Или действительно противоположная? Плюс на минус, может быть. Может быть, да. Когда Володя познакомил вас... Извините, я перебью. Но он не минус. Он не минус. Он очень положительный человек. Если говорить только о его оценках... Но будем считать, что отличница. Мы отличницы минус. А такие люди, которые живут... Он действительно живёт полной жизнью. Жил полной жизнью. Как хотел. Те плюс. Хорошо. Так я согласна. Как он познакомил вас с родителями? Вообще, Преснякова всегда и для всех люди абсолютно открытые, удивительно доброжелательные. Как они вас встретили? Очень они меня хорошо встретили. Я безумно волновалась. Это был день рождения Петровича. И Володя меня... Вы его Петрович свёк разовёте? Петрович, да. А Лена? Когда он звонит, я ему часто специально говорю «Папочка, привет!» Или когда Лена звонит, я говорю «Мамочка, привет!» Мне очень хочется быть очень ласковыми с ними. Они приняли меня сразу. Я была очень счастлива, благодарна. Они идеальные свёкры. Самые лучшие. А вот Никита, сын Владимира и Кристины, я понимаю, что сейчас у вас очень хорошие отношения, и вы вместе снимаетесь на телевидении. А вот первая встреча, она была трудной для вас тогда? Мы волновались оба. И Никита, и я Никите было тогда 15 лет. Вам немногим больше. Ну, чуть-чуть побольше. Да, и эта встреча была в ресторане, и Вова сказал «Никита, знакомься, это мама твоей будущей сестрички». Но родился братик. Ну, вот так он представил меня. О ваших отношениях с Никитой рассказывает Елена Петровна. Интересно. Надо знать, Наташа, она Никиту приняла вообще не то, что она даже не как сына, а как ровесника своего, наверное, приняла. Я помню, мы там пришли к ним в гости, и пошли у них там в доме, в кафе наверху, и там внизу маленький бассейн, там же, на крыше. Вот мы усели, сидит Вова, сидит Петрович, сижу я в этом. А Никита, Наташа, Наташа, в бассейне плещутся, визжат там, ну, совершенно два одинаковых человечка. Ну, небольшая разница, все равно. Я сижу, говорю, Аусик, смотри, уведет. Он говорит, нет, я слишком ее люблю, не позволю. Не позволю. Ну, вообще-то, смешно. Вообще-то у вас с Никитой разница в возрасте меньше, чем с мужем. Да. То есть его отцом. Вы себя вот больше ощущаете человеком поколения Никиты или поколения Владимира? Вовы. Я себя ощущаю человеком поколения Вовы. А Вова, вот мы уже говорили, что он большой ребенок, и он это очень качество, детскость он это называет, пытается все время культивировать, чтобы мы не стали слишком взрослые. А почему ему так важно оставаться ребенком? А так легче жить. Легче жить. Так лучше шутиться, так вкуснее естся, так вкуснее пьется, крепче спится. Я не знаю, так просто лучше. В 2008 году в Лас-Вегасе вы, по-моему, сыграли такую шуточную свадьбу. Это был ответ Володи на ваше желание официально выйти замуж за него? Никогда не говорила, но обидно мне было это все тогда. Хотя, конечно, обижалась я недолго. Это все было очень мило, очень прикольно. Нет, мне кажется, что, понимаете, вот эта шуточная свадьба, вы меня простите, да, вот оттуда вот эти фотографии, да, оттуда? Да, да, да. Не знаю, мне кажется, что вообще замужество – это очень серьезная вещь, и превращать это немножко в фарс, немножко в шутку, немножко не всерьез – это неправильно. Это мы можем с вами считать так, но Володя считал так, и он это делал очень искренне, чтобы меня порадовать, чтобы признаться лишний раз мне в любви. Но мне, конечно, хотелось замуж. Владимир все время говорит о мудрости игры и о мудрости детей, а может быть, на самом деле за этим прячутся какие-то, может быть, и страхи его. Об этом говорит Владимир Петрович, папа. Почему он не решился жениться сразу? С Кристиной они, вот, у них есть замечательный Никита, но они в браке официально не были никогда. Вот, потом с замечательной красавицей Леной Ленской, это было скорее по приколу, на спор. До этого у него там были разочарования некоторые, вот как-то побаился. Вы вот тогда не уставали от того, что все-таки все время, ну, чуть в шутку, чуть не всерьез. Мы ведь женщины подспудно все все равно хотим, ну, и какой-то основательности, и какой-то гарантии, и какой-то ответственности за нас. И тебе ничего не остается делать, как действительно говорить, да, брак, это не имеет значения. В интервью я так и говорила, а что мне оставалось делать? Все изменило один раз мое желание причаститься. Была Пасха в 2010 году, и мне батюшка на исповеди сказал, что я не имею права тебя причастить, потому что ты живешь с мужчиной в грехе, вы не женаты, вы не расписаны. Мне так стало вот больно, обидно, несправедливо. Я договорилась с батюшкой и с Володей, и на следующий день Володя приехал на встречу с отцом нашим, Федором, и мы в июне поженились. Сейчас, подождите, мы дойдем до этого. Все-таки вот что его пугало в официальном браке? Он ведь вырос в очень хорошей, крепкой семье. Почему он не решался на этот шаг? Неужели он действительно боялся, что это может убить любой? Вот он так говорил. А он не боялся, что в конце концов из-за этого он может вас потерять? Потому что дело к этому шло. Значит, я правильно все понимаю. И если бы он этого не сделал, если бы он не узаконил отношения, вы бы расстались с ним? Не хочу даже думать об этом. Хорошо. Послушайте, что сам Володя рассказывает о том, что изменило его отношение к браку. Я расскажу. Я не верил в брак до определенного момента, до тех пор, пока не познакомился с близким мне и дорогим человеком. Это священник, отец Федор, который невзначайко-то мне сказал, я не знаю, откуда он узнал, или я не помню, каким образом, что я отношусь к этому, к браку. Но плохо, потому что быт все это разрушает, все дела, и я это знал прекрасно, и поэтому считал, уверен был, что чем больше ты находишься в свободных отношениях, тем у тебя крепче отношения. Естественно, я заблуждался, потому что он мне сказал такую вещь, что это теория трусов, в принципе, кем я никогда не являлся. Ну, мое видение жизни заключается идти вперед всегда, и идти правильно и честно. И поэтому я пересмотрел всю позицию и увидел действительно то, что не видел раньше. Вот это маленькое, что для мужчин обычно ничего не значит, и громадное, громадный мир — это свадьба с платьем, со всеми делами. И вот этот глобальный мир, он меня, конечно, утянул, потому что я понял, что нашел человека, которому хочу, которого делать счастливым. Вы знаете, все настолько стало лучше, когда мы поженились, и мы помещались. В 2010 году, после пяти лет совместной жизни, вы отправились сначала в ЗАГС, красавица невозможная, а потом венчались. Вот с этого момента вы почувствовали, что вы по-настоящему жена? Кстати, я даже ночевала в гостинице ночь перед свадьбой. Да, это, наверное, вы знаете, когда происходило таинство венчания, и там есть такой момент, когда батюшка берет руки и там чем-то их обвязывает. Вот ощущение, что связалась в одну нить вот так вот судьба, жизнь, два человека, вот как мы с Юлей два няшки, я не знаю, вот что-то из этой области. Мы вдруг стали вот единым, единым. Мы пришли к тому моменту, когда вы и перед Богом, и перед Законом стали мужем и женой, стали семьей, и мы переходим к последней главе, которая называется «Они». О вашей семье начнет рассказывать Владимир Петрович. Она Вову любит, и он ее любит. Вот это такая вещь, которую не спрячешь уже никак. Смотришь, как они держатся за ручки, даже когда никто на них не смотрит, ну дома, допустим, где-то. А Наташа, когда его впервые увидела, это было на телесъемках, она себе сказала сразу, и она в этом уже не раз признавалась, что вот это мой муж. Вову тоже что-то ударило по голове легкомысленного, собственно говоря, парня. Вдруг ушибло такое, что он ничего не понимал. Я не знаю, по-разному происходят встречи людей на всю жизнь, но вдруг выясняется, что это твой человек, вот, и эти слова не пустые, вторая половинка. Бог вот сказал, вот все, вот это, вот это уже все. Остановочка. Я думаю, что навсегда. Я очень надеюсь, да, по крайней мере. Мы, я помню, сейчас вспомнила, когда Петрович говорил, как однажды я его встречала в аэропорту. Мы очень долго вообще-вообще не расставались даже на день. И тут Вова улетел в Прагу на три дня. Я так скучала, это было так невыносимо тяжело. И когда он прилетал, я надула шарики, и я собака по году написала на листочке «Жду хозяина». И меня добрые, даже вот работницы аэропорта, провели прямо вот к трапу. Я с этими шариками, с этими плакатами «Жду хозяина». Его встречала, вспомнила, мы так радовались, как дети. И Володя завершает портрет вашей семьи. Мы хохочем до потери сознания. Начинается с утра, с улыбок, и потом началось подколы, шутки, приколы. Каждая проблема, которая высвечивается на горизонте, она превращается сразу в шутку и в какую-то там солнечную историю. И мне это нравится. Нравится дарить подарки, нравится заботиться. Нравится делать вид наказанного мальчика, когда ты неправ, и когда тебе что-то говорят. Ты делаешь вид такой, ну, виновата, прости меня, пожалуйста. Не рычать в ответ. Вообще я постигаю это искусство, потому что любовь – это институт. Каждый день надо, вот, и брак. Надо работать над этим. Но нам пока нечего прощать друг другу. Потому что, опять-таки, если ты работаешь над собой, над этим, то ты не сделаешь каких-то поступков, которые потом будешь жалеть. А любая ссора для нас – это трагедия. Да. Это правда? Да. Но вообще идиллия полная, ощущение. Но всё-таки я не верю, что не бывает ссор. Вот у вас часто бывали ссоры, которые могли привести к какой-то точке невозврата. Но это было в начале наших отношений. Да, такие глобальные ссоры, пожалуй, закончились законным оформлением нашего брака. Видимо, я всё-таки стервочка. Вот мне не верится. Я смотрю на вас такую женственную, такую нежную. Неужели вы можете когда-нибудь кричать, топать ногами, хлопнуть дверь и уйти из дома в знак протеста? Нет, нет. Уйти из дома не могу. Это тоже закончилось где-то в районе 2009 года. А это было? Было, да. И это запрет ваш? Вы знаете, да, это запрет наш общий. Вот такие поступки, как хлопнуть дверь и уйти из дома, не переночевать дома, поссориться, переночевать где-то, выключить телефон, это всё ведёт к точке невозврата. И этого у вас не бывает? Это было, но больше этого очень-очень давно нет. В 2015 году, в июне, вы стали, наверное, самым счастливым человеком, потому что родился сын долгожданный. До этого момента вы никогда не говорили о том, что, в общем, страдали от того, что не могли родить ребёнка. Но это видели и очень за вас переживали близкие ваши люди. Об этом рассказывает Елена Петровна Свекровь. Когда уже ребёнка хотели и венчались, и этот, который их исповедовал и который венчал, они всё время с ним поддерживают отношения. И ставили свечки, ездили по все места там вообще, просто проехали весь Израиль по святыню, то есть сразу, куда они только не ездили. Ну вот, а он сказал, что, говорит, когда я с ним пообщалась с этим исповедником, он сказал, что, говорит, надо ей, я уже ей даю понять, чтобы не надо на этом, чтобы в голове этого не было. Потому что это не очень хорошо. Потому что она уже, на самом деле, она когда шла и видела коляску, у неё глаза наполнялись слезами, то есть, когда маленький, она туда и прямо не отходит. Ну вот, а сейчас это такое счастье, это, я не знаю, но такой мамы я на самом деле не люблю. Вот как орлица точно, знаешь, над орлёнком. Ну, вы знаете, да, действительно, я сейчас вспомнила, я уже была тёмой беременной, но ещё об этом не знала. И у меня случились гастроли в какой-то город, недалеко от которого было Дивеево. А я очень-очень хотела попасть в Дивеево. И там есть такая канавка Богородицы, её нужно пройти и какое-то определённое количество раз прочитать молитву Богородицы. Богородицы, Девы, радуйся. И я это делала, и я делала, и я шла, и я так молилась, и я так хотела. А я уже была беременная. И мне позвонила врач по телефону уже вечером и произнесла, я уже сдала анализ, и произнесла эти заветные цифры, показания. И я, я помню, что у меня голос пропал. У меня просто он исчез такого со мной. Я просто не могла говорить. И меня очень трясло. Меня так трясло, прям колбасило, знаете, вот такое слово. Как Володя воспринял известие? Он так же безумно хотел ребёнка, как вы? Мы очень хотели. Мы очень давно хотели ребёнка, буквально с первого года жизни совместной. Но вот всё не получалось. Получилось? Да. Это первое? Наш ребёнок первый. Пока да. Мне срочно нужен второй. Иначе я Тёму, я ему сейчас говорю, Тёма, как будешь отбиваться от мамы с этими поцелуями? Вообще всегда видно, с какой нежностью и бережностью Владимир к вам относится. Он был с вами, народ? Да. Это вам было нужно? Действительно это помогало? Да, я утыкалась во время схватки ему в грудь, и мне как будто становилось легче. А он меня вот так гладил, гладил, а потом мне хотелось, чтобы он меня не гладил, потому что было очень больно. Да, и ну вот так наш Тёмка родился, и папа взял его первым на ручки, ну после мамы, конечно. Когда у Владимира родился Никита, всё-таки он был очень молод, и его мама, Елена Петровна, ваша свекровь, говорит, что он, в общем, не совсем был готов к роли отцовства и смотрел на Никиту скорее со стороны, чем воспитывал. Какой он сейчас, папа? Ну Вова без всякого страха берёт его на руки и брал с первых дней. Я каждую минуту вокруг, там, не дай бог, не так возьмёт, до одного случая. Я неудачно его перевернула, Тёму, на полу лежал, и я хотела его со спинки, с животика перевернуть на спинку. И как-то неудачно ручка вот там загнулась, и Тёма очень заплакал. Как набросился на меня Вова! Я думала, он мне руки выломает сейчас за то, что я так вот как-то неаккуратна. И с этих пор я успокоилась. Я поняла, что это такой же трепетный папа, как я, мама, что он ни за что не причинит ему боль. И я абсолютно расслабилась. И у них, ой, как же Тёма, ну почему так вот в жизни несправедливо? Вот я же больше с Тёмой времени провожу. А у меня ощущение, что улыбается он, ему лучше. Ну почему так? Какая-то у детей космическая, необыкновенная связь с отцами. И слава тебе, Господи! Да, конечно, слава тебе, Господи! Наш разговор сейчас подходит уже к концу, и мне хочется без всяких комментариев, чтобы вы, наши зрители, послушали, что, оказывается, случается между двумя любящими людьми через 10 лет. Об этом говорит ваш муж. Мы дошли до такой истории, что практически каждым днём, как это ни странно, мы влюбляемся больше друг в друга. Сейчас появление Тёмы это ещё усугубилось. Я сам сижу каждый вечер и думаю, мама дорогая, как так может быть? Вообще считайте нас ненормальными, вот что я хочу сказать. Вы знаете, Наташ, мне кажется, что ненормальными можно считать людей, у которых этого нет. Нет радости обладанию друг друга, нет радости и желания приходить в дом, который построил сам. Нет желания родить ребёнка от человека, которого любишь. Вот это ненормальность. А влюбляться в друг друга – это счастье. И, наверное, не знаю, это какая-то высшая награда за долгие, иногда не очень счастливые годы. Именно так я это всё и воспринимаю. Спасибо. Конечно же, время прилетело очень незаметно. Я надеюсь, что я не засладила эфир. Хочется просто пожелать людям улыбаться чаще, не, знаете, быть благодарными. Потому что когда человек благодарный, у него всё хорошо в жизни. А когда мы всё время ругаем, царплата плохая, муж пьёт, свекровь злая, на работе плохо, оно и будет всё плохо. Нужно стараться. Это, наверное, бывает очень сложно, но нужно стараться видеть в плохом хорошее. Потому что испытания на то и даны, чтобы их преодолевать, чтобы тогда вот дастся что-то хорошее. Ну вот я так очень искренне в это верю. Хорошо, спасибо. Смотрите. Наташа по рассуждениям, она немножко взрослее по рассуждениям. То есть у неё правильный разговор, правильная подача. Говорят, что они иногда как-то ссоятся. Из-за каких-то таких пустяков жутких. Очень много изменило венчание. Дом хороший, тёплый, такой, знаешь, очень домашний дом, то есть не холодный такой. Вот, и опять же, это всё благодаря Наташе в основном. Плюс ко всему, она очень хозяйственная. Она здорово готовит, это немаловажно. Ну, во многом вот семья распадается из-за того, что женщина перестаёт уделять своему любимому столько же внимания, сколько и было. Это не про Натусю.